Всем привет! Вы смотрите Android-обзор на канале Vivid Games. Поехали! Первая игра это God of Light. Это качественная головоломка для Android, сюжет которой развивается в сказочном мире, полном света и цветущих растений. В одно мгновение идиллия природы подвергается опасности, неведомая сила поглотила весь свет, напустив на азис мрак. Источники энергии отключились, а зелень и цветущие растения погрузились во тьму. Вся надежда на восстановление белых порядков возлагается на уцелевшего персонажа по имени Shiny, который представляет собой сгусток света. Разработкой игры занялась студия Playmas, которая ранее запомнилась более чем удачными аркадами на реакцию серии Tap the Frog. Если прошлые продукты сочетали в себе забавную графику и динамичный геймплей, то здесь все сделано с акцентом на другие вещи. Красивая история про сказочный мир дополняется эстетичными иллюстрациями и отличным саундтреком, созданным британским коллективом Uncle специально для головоломки. Под такую атмосферу спокойствия лаконично подходит геймплей, где каждое действие нужно детально продумывать. Геймплей. Каждый уровень головоломки протекает в условиях полной темноты. Лишь небольшое свечение исходит от наэлектризованного персонажа. При нажатии на шайни появляется луч света, который также позволит разглядеть некоторые детали окрестностей. Водя пальцем по дисплею можно управлять выбранным потоком энергии, задавая направление. Во мраке находятся различные зеркала, позволяющие продлить луч и перенаправить его в нужное место. Положение таких элементов также меняется и соответственно переломляет свет в разные стороны. В конечном итоге поток света должен попасть на источник жизни. Усложняется задача благодаря специальным кристаллам, которых на каждом уровне будет ровно 3. Для того, чтобы прохождение было оценено по максимуму, необходимо проложить путь через эти артефакты. Сложность также возрастает с каждой локацией за счет запутанной структуры и дополнительных элементов. Со временем начнут появляться подвижные зеркала, различные фильтры, линзы и другие инструменты. Если найти нужные кристаллы никак не удается, можно воспользоваться помощью светлячков. Сначала их нужно собрать, направив на существо луч света. Они, как правило, находятся в самых потайных уголках локации. Каждый светлячок обеспечивает на одну секунду свечения в определенном месте. Также такие подсказки доступны благодаря партнерской рекламе. Пользователь сам выбирает, смотреть ее или нет. За 10-секундную трансляцию ролика количество светлячков пополняется на 2 единицы. Особенности God of Light 1. Красивая графика 2. Атмосферный саундтрек 3. Простое управление 4. 25 уровней с нарастающей сложностью 5. Полезные светлячки-подсказки Игра распространяется бесплатно, без каких-либо ограничений. О рекламе было сказано выше. Пользователь может сам выбрать просмотр роликов, за что получает подсказки. Также светлячки продаются за реальные деньги. К минусам стоит отнести малое количество уровней. А теперь итог. God of Light Это одна из тех игр, где отлично выполненная визуальная часть Дополняется не менее замечательным геймплеем. Атмосфера действительно очень синтезирует и с сюжетом, и с игровым процессом. Головоломка не содержит суперсложных задач. Так что игра позволит расслабиться и насладиться интересными загадками, Приятной музыкой и красивой графикой. Небольшое количество уровней, к сожалению, подарит лишь пару часов геймплея. Вместе с тем игра бесплатна и не содержит жадного доната. Вторая игра Road Smash Crazy Racing. Это динамичные аркадные гонки для андроид, в которых игроку предложат пронестись по скоростной автостраде, Постоянно маневрируя между автомобилями и прочими препятствиями. Можете забыть про правила дорожного движения, вдавить педаль газа в пол и подрезайте всех, кто вам не нравится. Главный лозунг игры, чем агрессивнее вождение, тем больше вознаграждения. Тараньте и сбрасывайте другие машины с дороги, чтобы заработать очки и баксы. Выполненная игра отменно. Отличная трёхмерная графика, проработанные модели и автомобили, реалистичная физика. С помощью всего этого гонка сразу же привлекает внимание. Отдельно хочется отметить разнообразие автомобилей, среди которых имеются почти все знаменитые бренды. Немного оплошали разработчики с проработкой локаций, которым не хватает разнообразия и детализации местности. Геймплей. По своей механике игра напоминает раннер, но лишь в том, что машина двигается по бесконечной прямой. Управляя автомобилем, нужно не только обгонять, но и активно таранить других водителей. За каждый акт агрессии будут начисляться деньги. Дополнительные средства выдаются, если удается выбить машину с дороги. Но будьте осторожны. За такое поведение на дороге не поминуемо наказание. И вскоре появятся полицейские, которые в жестокой форме постараются вас остановить. Для разнообразия в игре присутствует несколько режимов и локаций. Правда, чтобы их открыть, требуется купить соответствующую машину. И вот здесь возникает большая проблема. Накопить даже на самый дешевый автомобиль будет очень сложно. Поэтому появляются два варианта. Потратить несколько дней на заработок денег, либо же влить реальные средства, чтобы сразу открыть нужную машину. Помимо этого, средства потребуются и для улучшений и кастомизации внешнего вида. Однако все это вторично и не обязательно. И чтобы окончательно добить пользователя, разработчики добавили топливо, которое требуется для каждой попытки и самостоятельно восстанавливается очень медленно. С управлением проблем возникнуть не должно, поскольку реализовано оно очень просто и удачно. Контроль над автомобилем осуществляется посредством руля. Он находится в правой части экрана. Также имеется кнопка азота, которая позволяет резко ускориться. Управление очень отзывчиво, благодаря чему можно легко маневрировать между препятствиями. Особенности Road Smash Crazy Racing. Первое, это отличная трехмерная графика. Второе, динамичный геймплей. Третье, проработанные модели автомобилей. Четвертое, реалистичная физика. Пятое, несколько режимов игры. И шестое, отзывчивое и удобное управление. В целом, игра реализована очень хорошо. Привлекательная графика, проработанная физика, множество машин и различные режимы. Но все плюсы прикрывает жесткий донат, который просто не дает в полной мере насладиться игровым процессом. Не оправдывают такие ограничения даже то, что игра распространяется на бесплатной основе. Итог. Road Smash Crazy Racing имеет замечательную реализацию с детально отрисованной трехмерной графикой и динамичным геймплеем. Разнообразие моделей автомобилей, несколько режимов игры и возможность безнаказанно таранить другие машины делают игровой процесс необычным и привлекательным. Вы смотрели андроид обзор на канале VitaGames. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.